Где у нас ремонтные работы? Ремонтные работы в 9 километрах отсюда, перед аркой. Был произведен демонтаж правой стороны, закончен, собраны стапельные зоны на базе эксплуатации. В крайнейшей сроке были поставлены металлоконструкции в объеме 1200 тонн. Были произведены операции по транспортировке и монтажу пролетных строений. Пролетные строения были собраны на базе, погружены на тележки и доставлены вместо монтажа. И посредством поперечной надвижки смонтированы и опущены в проектное положение. Вот эта часть пилотно обрушилась, где мы сейчас находимся? Графиком производства работ было предусмотрено завершение работы, запуск рабочего движения до 20 декабря. Но в процессе производства работ служба и заказчика и подрядной организации принимались неклассические технические решения, позволившие сократить сроки строительства и запустить, завершить строительство 4 декабря, что позволяет осуществить запуск 5 декабря 16 дней. На две недели раньше. Это у нас была первая задача демонтировать, освободить опору. Это была самая сложная задача. Вырыг очень сильный. Вырыг очень сильный. Это же вы представляете, с этой части куда-туда оскорбка вот так повредит. То есть там практически никаких нарушений на левой части железнодорожного полотна нет, да? Нет, полностью работает, идет, прямо постоянно идет, идут поезда, и пассажирские, грузовые, никаких нарушений нет, вся безопасность обеспечена. То есть технику безопасности соблюдать, ползают там прямо на такой высоте? А они, видите, соревняют страховочные. Привязаны, привязаны. Ну ладно. Специально обученные люди подобраны, значит, для этой организации. А вообще рассматривали 5 вариантов, значит, организации работы. И остановились на технологии хеви-лифтинга. То бишь пролетное строение будет опускаться, и с барж подниматься новое пролетное строение на место. Здесь будет так? Да. Здесь целый консилиум был проведен, прямо с проектировщиками. Мы тут неделю, наверное, ломали голову. Вот нашли очень оригинальное решение. Значит, уже полностью его как бы запроектировали, готовы к исполнению. Нет. Ну да, хорошо бы, конечно, чтобы хотя бы в сезон заработал вторая. Ну, в целом-то, вот той линии одной хватает, да, для перевозки? Получить хватает. Это как бы, по сути, резервная линия? Это резервная линия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова